В сельском доме культуры хутора Прикубанского состоялось сразу два значимых мероприятия. Вторая техническая конференция радиолюбителей и краевая акция по презентации деятельности поисковых отрядов. Казалось бы, два совершенно разных по тематике мероприятия, тем не менее, были объединены общей задачей. Поделиться опытом с подрастающим поколением, увлечь ребят новым делом, передать им свои знания и умения. Один из залов сельского дома культуры был переоборудован под настоящий музей. Участники поискового отряда «Кубанский рубеж» выставили здесь артефакты времен Великой Отечественной войны, найденные при проведении поисковых работ. Это фляжка, личная фляжка бойца Красной армии, алюминиевой. Видите, какая она носилась в районе пояса. Вот что с ней стало. Мы нашли при останках его. Боец как раз сумел, ну или лично опознавал, для себя сделал, выгравил свое имя «Рябко» 83-й морской бригады. Это найдено в Крымском районе на хребте долгий. Благодаря этой фляжке при нем установить имя бойца этого. Личные вещи бойцов Красной армии, солдатские каски, одежда, оружие – все эти предметы более 70 лет пролежали в земле, храня в себе историю жизни, а иногда и смерти их владельцев, открывая новые факты о войне. Вот, к примеру, этот 73-мм реактивный снаряд «Вермахта» был создан не для того, чтобы нести смерть. Это было оружие информационной войны. Внутри снаряда находились агитационные листовки, предлагающие бойцам и мирному населению сдаться фашистам. Но чаще, конечно, снаряды и бомбы создавали, чтобы убивать. Здесь представлены противопехотные деревянные мины. Это ПМД-6 и ПМД-6 с литерой «Ф». «Ф» – это флакон. Значит, применялись из-за дефицита металла, изготавливались они на стеклолитейных заводиках, снаряжались в деревянные ящики. Очень опасные сами по себе, по конструкции мины, потому что очень чувствительные у них взрыватели. Взрыватели натяжного действия, ставились они на растяжки, либо при наступлении, как только человек наступал на крышку, производилась детонация заряда. Выставку посетили учащиеся 14-й школы. Поисковики внимательно и детально отвечали на вопросы ребят, рассказывая о найденных экспонатах. И что особенно ценно на таких экспозициях – все предметы можно трогать руками, рассматривать, примерять. А значит, по-настоящему прикоснуться к истории своей страны. Когда я сюда пришел, впервые я обратил внимание на оружие. Оружие очень… как выглядит, как настоящее, но, скорее всего, оно и есть настоящее. Форма, делали письма, конверты. Много всего интересного. Выставка классная. Мы узнали много нового о Великой Отечественной войне. Увидели много снарядов, пулеметов, военную одежду, которые были в те времена. Такие выставки нам помогают прочувствовать атмосферу Великой Отечественной войны. На выставке были представлены и средства связи времен войны. Сейчас, когда сотовые телефоны и интернет есть у каждого школьника, трудно представить, насколько сложно и опасно порой приходилось связистам, чтобы проложить провода и наладить связь между частями. Радиосвязь была просто жизненно необходима. Сейчас без радиосвязи тоже невозможно, но она стала более совершенной. Те же, кто предпочитает связываться друг с другом по старинке, самостоятельно собирая радиостанции, настраивая антенны, выходя в открытый эфир, называют себя радиолюбителями. Есть такие и в хуторе при Кубанском. Это хобби. Самое натуральное хобби, когда ты вкладываешь свою душу в это увлечение и видишь результат этого. А результат воплощается в том, что мы можем провести радиосвязь с другим городом, с другим поселком, с другой страной, с другим континентом. А сейчас у нас возможности есть работать через спутники радиолюбительские, в том числе и с Международной космической станции. Пытаемся в свой коллектив вовлечь как можно больше людей. Особенно хочется, чтобы дети занимались вместе с нами. Нам есть что рассказать, есть что показать. Очень много мы делаем своими руками. Это не только отверточная сборка. Это то, где нужно подумать, рассчитать, потом воплотиться это все в жизнь с отдельных радиодеталей. Для того, чтобы привлечь внимание подрастающего поколения к такому интересному и увлекательному занятию, как радиосвязь, была организована техническая конференция. Школьникам рассказали об истории появления радио, об основных принципах его работы, ну и, конечно же, провели демонстрацию радиосвязи с другими городами. Зовут меня Анатолий, нахожусь в хуторе Прикубанский. Прикубанский, поправьтесь. Это недалеко от Славянска на Кубани. Здесь проходит вторая техническая конференция радиолюбителей Славянского района. Спасибо большое вам за то, что ответили. Пожелаю вам доброго дня, крепкого здоровья вам и вашей семье. И, пожалуйста, микрофон у отвезли на Ида Щука-Николай. Как все ясно, Анатолий. Спасибо вам. Удачи в проведении конференции вам. Благополучия, здоровья всем. Всего доброго, до свидания. Надо отметить, что радиосвязь – это не просто хобби, это еще и спорт. В Союзе радиолюбителей Краснодарского края официально зарегистрировано около 300 человек. Они участвуют в чемпионатах России, Кубке Кубани, завоевывают призовые места. Это соревнования. Кто больше проведет связи с разными странами мира, дальность этих связей. Они могут превышать 14-16 тысяч километров. То есть, можно себе представить. Но для того, чтобы это сделать, провести такие связи, нужно и потрудиться руками. То есть, необходимо сделать хорошие антенны. Это в первую очередь. И когда все это работает, эта антенна работает, ваш приемник, передатчик работает, подъем в душе неимоверный. То есть, это спорт. Это спорт, ну, будем говорить, спорт с головой. В конференции приняли участие радиолюбители из Красноармейского, Приморско-Ахтарского, Крымского и Анапского районов. Победители соревнований по радиоспорту на Кубок Кубани, в том числе и из Славянского района, были отмечены почетными грамотами. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, Программа События.